Приветствую вас. Я думаю, что каждый человек, проживая опыт, например, опыт ностальгии, опыт ретроспективы, опыт регрессии, в том числе и возрастной регрессии, готовы оказаться и изменить что-то в своей жизни в те моменты, которые оказались, как вы говорите, судьбоносными. Тут момент в том, что судьбоносных моментов самих по себе не так много, как кажется, и если честно, я не очень-то, во-первых, считаю, что вообще судьба есть, но это такой честный объективный момент. Вот. Я думаю, что ни одно решение не может быть судьбоносным в глобальном смысле для одного конкретно взятого человека. Потому что то, что принято называть судьбой, оно формируется не каким-то решением, оно формируется неоднократным повторением одного и того же выбора, выбора, применением одного и того же выбора, следование одному и тому же выбору и так далее. То есть история здесь, она вот такая. Мне так, по крайней мере, этот момент видит. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот именно поэтому я думаю, что как таковых судьбоносных решений в принципе не существует. Существуют какие-то, конечно, решения, которые достаточно сильно влияют на человека, например, допустим, там, решение пойти учиться, решение устроиться на работу куда-то, жениться выйти замуж, родители не рождать ребенка, переехать куда-то, вот эти решения, конечно, они более-менее определяют у человека, но судьбу в глобальном смысле, если рассматривать человеческую жизнь, они, конечно, не определяют. Определяют человеческую судьбу, опять же, в том понимании, в каком ее используете вы, именно ряд, именно ряд, серия решений. И если вот эти решения, они принимают снова и снова, то да, они определяют человеческую судьбу. Потому что, потому что, потому что, смотрите, значит, допустим, вы принимаете решение выйти замуж. К примеру, обычно, в принципе, решение, с точки зрения общества, да, выйти замуж. Но, но, если ваш муж оказывается недобросоветным человеком, или оказывается недобросоветным человеком, прямо недобросоветным человеком, или как-нибудь еще, то вы можете, я бы даже вот сказал, что с точки зрения психологии, вы должны, вы должны, моментально от него отдалиться. То есть, моментально сделать так, чтобы он вас больше не потревозил. так, к примеру. Вот. Если всего рядом причин, вы этого не делаете, ну, если, если такая история вышла. Вот. Что? Это уже, ээээ, ну, это уже ваше решение, это уже, ваш выбор, и, соответственно, вряд ли здесь, ээээ, повинно, именно, какое-то решение. Судьбоноска. Понимаете? Вот. А вот, в принципе, так. Ээээ, надеюсь, что мой ответ, эээ, был вам, эээ, полезен. Если у вас, остались, эээээ, ну, дополнительные вопросы, ээээ, пишите. И личку буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и поменьше отходите от конкретного мышления и поменьше думайте о глобальном, потому что в глобальном смысле о жизни думать достаточно тяжело, это нудно, но это тяжело. Желаю вам всего самого доброго.